МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республиканская государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамуковой выпустила два больших труда, приуроченных к 75-летию Великой Победы. Над книгами «Строки, опаленные войной» и «Воспевшие Великую Победу» работал весь коллектив библиотеки. О значении и сути этих книг в эти минуты в нашей студии со ведущей Белли Джазаевой расскажет директор библиотеки Салых Хабчаев. Доброе утро всем. Доброе утро, Салых Ясович. Я безмерно рада видеть сегодня вас у нас в гостях. Салых Ясович, несмотря на то, что мы живем сейчас в непростое время, в условиях пандемии, наша главная центральная библиотека, как говорится, ни на день не останавливает свою работу. Я знаю, что вы проводите огромную работу. В нашей предварительной беседе вы рассказали про новую книгу. Это в нашей следующей программе мы о ней поговорим. А сейчас мы поговорим о двух величайших трудах, которые вы сделали усилиями ваших работников к 75-летию Великой Победы. Значит, первая книга у нас называется «Строки, опаленные войной», фронтовые письма и «Воспевшие Великую Победу». Мне бы хотелось, чтобы вы об этих книгах, об этих трудах рассказали вкратце, если можно. Значит, стала доброй традицией к празднику библиотека готовит какие-то подарки. Вот к 9 мая наш коллектив решил выпустить 6 книг. Из них мы часть презентовали. И сегодня я могу рассказать о двух из этих книг, о тех, которые вы назвали. «Строки, опаленные войной». Это книга, где повествуется очень много интересного о солдатах, которые писали домой. То есть здесь 250 писем наших, писем фронтовых, письма на фронт и письма с фронта. И это они очень трогательные, это очень такие эмоциональные. Это чувство каждого во время войны, как они чувствовали, о чем думали, как думали и так далее. Вторая книга у нас называется «Воспевшие Великую Победу». Мы взяли эту книгу из такого расчета, решили показать всех наших писателей, фронтовиков. Их у нас получилось 70 человек. Воевали наши писатели на фронте, писали на тему войны и мира, так скажем. Книга писалась с точки зрения так, что в связи с тем, что лично их я знал многих, начал писать о них сперва. Вот такие писатели, как Осман Хубиев, Халимат Байрамукова, Гашоков Хусин, Охтов, Филипенко, Бабаевский. Те, которые наши земляки, которые у нас жили, были призваны из Карачаева-Черкесии и писали свои произведения. Кроме вас, кто принимал участие в создании вот этих трудов? Значит, здесь работали наши отделы. Отдельно сказать, здесь практически не было сотрудника библиотеки, который не участвовал бы в подготовке этих писем, этих книг. Дело в том, что это очень объемная работа, емкая работа. И такая нужная. Приходилось подключать всех сотрудников. Минимум человек 30-40 работали на эти книги. Это вот те, которые работали с документами, с архивными материалами, с журналами, на сайте, значит, архивы Министерства обороны и так далее. Все это нам помогло создать вот эти книги. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня к нам и рассказали об этих книгах. Будем сотрудничать. Спасибо, Городская. Спасибо вам. Всего доброго вам. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Следующий выпуск «Вестей» с Русланом Джукаевым смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня, приятных выходных и до встречи в эфире. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова